Забег в честь 75-й годовщины снятия блокады устроили хабаровские ветераны. В этом году к ним присоединились и молодые любители бега. Километраж значения не имел. Главное – время. Каждый из участников должен был бежать ни много ни мало, а ровно два часа. Самые короткие интервью на бегу взяла Ирина Забродина. Скоро начнется пробег. Торжественное открытие будет здесь, в Доме ветеранов. Честно говоря, не очень хотелось рано вставать, но когда узнали, что возраст некоторых спортсменов перешагнул за 80-летний и даже 90-летний рубеж, очень захотелось с ними познакомиться. На заре клуба любителей бега я поехал в Ленинград, и мы там бежали. Марафон называется «Разорванное кольцо». От берега Ладожского озера до пригородов Ленинграда как раз было 42 км. И вот они нас просили, организаторы, чтобы мы организовали на местах этот пробег. И с тех пор же, 32-32 раз, я организовываю этот пробег на местах. Сказали, что даже есть 94 года у нас. Рудыка, Георгий Васильевич, но пока его нет. У нас женщина 83 года. Был такой марафон в Москве. Московский международный марафон мира. И она попала в сотню сильнейших бегуней России. Вы должны поделиться с нами секретом вашей физической активности и долголетия. Записался в клуб любителей бега. И вот уже 36 лет бегаю. Готовы? Парад! Направо равнись! Ирна! Мы пробегом, мы своим потом докажем, что подвиг наших предков был не зря. И что мы готовы, особенно молодежь, продолжить эти славные традиции. Итак, торжественная часть закончилась. Спортсмены вышли на старт. Бежать они будут по тротуару до аэропорта. Это 2,5 км и обратно. Сколько планируете сегодня пробежать? Пятерку точно, а там по настроению. Побежали. В удобном для них темпе кто-то может идти спортивной ходьбой. Главное, чтобы их марафон занял 2 часа. Сколько раз получится у кого пробежать до аэропорта туда-обратно, это уже дело каждого. Сколько лет вам? 72. Секрет какой вашей физической активности долгой? Не какой нравится бегать, а бегаю как не для рекорда, не для места, а по настроению, по самочувствию. Вот это как раз и будет самый главный секрет. Старейшина бега, как вы себя чувствуете? Прекрасно. А я медленно бегу, так что нормально все. Чего себе медленно? Вы медленно называете. Оператор умоляет потише. Настроение хорошее, погода отличная. В те, когда холодно было, да? Было. Было. Но так как-то незаметно мы пробежали целый километр. Кстати, как нам сказали организаторы сегодняшних соревнований, этот забег получился наиболее массовым. У него участвует 35 человек. Видимо, теплая погода сыграла свое дело. Слушайте, ну говорят же, сейчас вредно бегать. Это же нагрузка на позвоночник. Вот эти удары толчковые. Это неправда. Я никогда не поверю, что это вредно. Нужно бегать своей скоростью, своим темпом. Ну, оператор у нас еще может бежать немного или все уже? Нет, все уже не может быть. Все уже? Ладно, успехов. Нам приближается участник соревнований, который первым преодолел 5-километровый вот этот участок. Сейчас, Паша, побежим немножко. Может, не надо так быстро бежать? А то сил не хватит. Хватит? Хотели немножко пробежать с этим участником, но он настолько быстро бежит, что мы даже сразу бросили эту затею. Клуб любителей бега организовался 37 лет назад. Говорят, что долго думали, как его назвать. Потом все же остановились на слове «бодрость». Не поленились, встали утром и пошли. А как же, в три часа готовилась, в трех часов. Зарядку еще сделал дома, получасовую, упал, отжался, холоху покрутила. Она всеми видами спорта занимается. Кольца, брос, дартс, ну, разные виды. Мяч закидываем куда подальше. Если бы каждый так занимался, меньше бы заходили в поликлиники. Я хожу только за курортной картой. Или же, если еду в путешествие. О, Марина, ну скажи, сколько я стран проехала? Да, 36 стран уже побывала. В основная пенсия большая. Меньше кушать, ага, 20. А, то есть меньше кушать, тогда хватит на поездки, да? Да. Ну вот у нас лидер сегодняшних соревнований. Он уже, по-моему, бежит по третьему кругу. Как вас зовут-то хоть? Артем. А фамилия? Он так быстро пробегает, не уловила, какая у него фамилия. Вот еще раз, у самого быстрого бегуна мы попробуем узнать фамилию. Как фамилия? Неваленов. Вот, все, теперь понятно. Неваленов Артем. Самый быстрый на сегодня спортсмен. Наш лимит времени уже исчерпан, а им еще целых полчаса нужно находиться на дистанции. Поэтому мы сейчас покажем вам, чем все это закончится. Всех абсолютно участников наградят. А потом будет сладкое чаепитие. Кстати, подобные мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда, проводятся не только в Хабаровске и Санкт-Петербурге, но и даже во Флориде. Только там будет организован автомото-пробег. Ирина Забродина, Павел Легалин. Большой город. Приятного аппетита. Пока.